В Черкесске в Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» состоялся обучающий интенсив для учителей начальной школы. Педагоги обсудили концептуальную основу реализации программы «Орлята Россия». Подробнее Альбина Ломкова. Педагоги обсудили концептуальную основу реализации программы «Орлята Россия». «Орлята Россия» — это та самая изюминка, которая сейчас у моих коллег-педагогов ассоциируется с программой «Октябрят в советское время». То есть здесь те же самые направления работы. Мы признаем, что советская система воспитания была самой лучшей. «Орлята Россия» — интересный и увлекательный проект. Пройдя семь образовательных треков, учебный год наполняется полезными делами. Каждый из них значим для детей. Ребята учатся выстраивать отношения в команде, примерять на себя разные роли, в том числе и роль руководителя-лидера. Учатся бережно относиться к природе, знакомиться с историей страны, города, семьи, изучать семейные реликвии. Учатся быть волонтерами и организаторами добрых и полезных дел. Прежде всего, программа «Орлята России» направлена научить ребенка работать в коллективе, уважать рядом стоящего, слышать, слушать его и работать над общей темой, отметила Людмила Барлакова. Практикующие учителя программы «Орлята России» рассказали на семинаре о том, как проходит ее реализация вместе с детьми на практике. Многие из них прошли обучение на базе Всероссийского центра «Орленок». Им есть что рассказать коллегам. В программе «Орлята России» уже зарегистрировано 800 учителей начальной школы из нашей республики. 17-я гимназия тоже приняла работу по трекам «Орлята России». Ребятам очень интересно принимать участие в играх, в квестах. Они с удовольствием включаются в работу, придумывают какие-то новые задания. А самое главное, они реализуют все свои внутренние возможности. Альбина Ламкова, Олег Малахожев. Вести Карачаева, Черкесия.